И вот здесь-то как раз, если рассматривать вот эту вот как бы математическую модель, то вся наше тело можно как бы рассмотреть в нашем теле как в нашем государстве, есть управитель. И вот представьте, что этим управителем является желчный кузырь. Это как президент в государстве под названием живот. Конечно, государство может жить без президента, тогда бардак. И вот здесь живот тоже можно сравнить, если желчный кузырь выпадает, то возникают различные нарушения в нашем организме. Если уж даже говорить о том, что желчный кузырь контролирует развитие паразитов в кишках, что если он ошпаривает яйца глист, то яйца глист не размножаются, не оплодотворяются. Ну вот. И если его функция выпадает, то тогда нам приходится постоянно, постоянно санировать себя от паразитарной идентифицированности. Вообще, о желчном кузыре мы с вами будем говорить. Это достаточно такой интересный орган. Ну вот. И с ним связано очень много в нашем организме. Что это специфический, как бы специфическая топка в нашем организме, которая дает нам чи или энергию. Вот. И следующее. Эстафета передается следующему образу. Это застойное явление, которое возникает в левой доле печени. То есть это печенка. Двойка это печенка. То есть по мере того, как желчь, функция желчного кузыря снижается, следующий этап. Эстафета передается печени, левой доли. И следующий этап. По мере того, как проблема остается, эстафета передается третьему. Это поджелудочная железа. Поджелудочная железа, когда в ней развивается патологический процесс, передает эстафету следующему. Это тонкие кишки, восходящая ветка толстой кишки, нисходящая. Да. Пятый, шестой это толстые кишки. Четвертый это тонкий кишечник. Пятый, шестой это восходящий вверх толстой кишки. Шестая нисходящая. И вот здесь создается неблагополучие. Кишечник начинает раздуваться. Возникают там застои, токсины. И тогда это начинает давить на малый таз. И вот тогда седьмое, восьмое это органы малого таза. В гинекологии. Вот тогда у женщин появляются кисты. Вот тогда миомы, поликистозы. То есть создалось условие. Ведь мы все биологические объекты. И если у нас кровь не поступает, бактерии должны скушать нас. И вот с чем мы сталкиваемся? Когда вы будете работать с животами, то вы увидите, что человек уже наполовину. Там уже крови нет наполовину. И поэтому к нам уже пришли и бактерии, и хламидии, и уриоплазма, и гардонерелла, и другие. И грибы рода кандида. Вся плесень уже там собралась. Она готова к приему. В землю. То есть наступает привыкание к земле. Так вот и наша задача. Убрать вот этот генозный застой, чтобы кровь опять пришла. И тогда организм сам решает эти проблемы. Остается только добавить что-то. И вот что-то это уже то, о чем мы с вами будем говорить позднее. То есть здесь создается мощный застой. И вот благодаря этому мощному застойу формируются условия для того, чтобы там это все развелось. И бесполезно, если мы не имеем возможности убрать вот эти спазмы и восстановить кровоснабжение, бесполезно заниматься с гинекологией. Посмотрите, до чего сейчас договорились. Что молочница это уже в норме. У ребенка, когда печенка свисает на два пальца, это тоже норма. Извините, но просто люди не занимались никогда терапией. Именно такое, которое мы с вами. Поэтому и учебник написан несколько ошибочно. Когда вы будете работать с детьми, вы увидите, что у ребенка печенка так же уходит в подреберье, так же становится, как у взрослого человека. И конечно, молочницу невозможно решить проблему молочницы, если там ярко выжженный застой, нарушение кровоснабжения. Что бы вы ни делали, если руку передавить жгутом, она должна отмереть. И как вы не гладьте пальцы, как вы их не целуете, как вы их не разогреваете, кровь не поступает. Вот единый принцип. Следующее. Эстафета поступает уже на желудок. Желудок. Ну и вот из желудка, видите, органы, которые вынесены вне круга и органы, которые в условном круге находятся. И вот эти органы, которые вынесены вне круга, это органы, которые можно, предположим, взяли в гинекологии, с одной гинекологией поработали, оно улучшит состояние однозначно, но полностью не решит проблему. Оно потом вернется в исходную позицию. Ну а с другой стороны, бури в организме не произойдет. Мы можем обдавить, а десятая, это у нас селезенка, одиннадцатые суставы, мы можем отработать с суставами. Это даст временное улучшение, но не решит их проблемы. Потому что здесь четкая взаимосвязь. И вот здесь-то как раз наша задача, моя задача, вам рассказать, увязать, чтобы это у вас вложилось в голове, чтобы вы увидели, что вот существует действительно эта модель. И до безобразия становится иногда, ну как бы неприятно, потому что и мы все находимся вот в этой колее. И вот здесь вот, если вот ты находишься вот на этом уровне, то у тебя должно вот здесь болеть, вот здесь и вот здесь. Если вот на этом, то вот здесь, вот здесь и вот здесь. Если вот на этом, то то, 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 то. Плюс к тому, что там есть. То есть получается, что вот это все рисовалось с какого человека, который лежит перед нами. И в то же время, мы работая с внутренними органами, надавили на почку, тут же заложило ухо, предположим, отпустили, ухо отпустили. Или надавили на почку, пальцы не меют, отпустили, не мотая, исчезли. Вот они вам взаимосвязи. Или начинаем работать с сердцем. Но давили на область сердца, и тут же красное пятно на носу, или красное пятно на щеке. Отпустили, исчезли пятна. Откуда это все рисуется? Вот из этих явлений.